Пастор Бенни Хин празднует 40-ю годовщину служения Евангелия нациям всего мира. Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Несколько дней назад пастор Бенни Хин провел потрясающее служение чудес в городе Нью-Йорке в зале знаменитого отеля Волфорд Астория. Трехэтажный зал был заполнен до отказа тысячами людей, которые собрались, чтобы войти в Божье присутствие через поклонение, услышать слово, проповедуемое силой, и пережить чудо спасения, исцеления и освобождения. Один из ярких моментов служения настал, когда пастор Бенни Хин представил Брайана Карна, чтобы он послужил в пророческом помазании. Сегодня в передаче вы станете свидетелями этого дара в действии, с удивительными деталями и точностью. Послание Брайана предназначено вдохновить вас о ярком будущем, который ожидает вас в эти темные, наполненные хаосом и неопределенностью времена. Послушайте, я хочу, чтобы вы возложили на себя руку и сказали, что-то хорошее произойдет в моей жизни. Вы говорите, как пресвитарианцы. Я хочу, чтобы вы еще раз сказали, давайте, скажите, что-то хорошее произойдет в моей жизни. Вы верите в это? Вы верите в это? И вы помните, что в притчах 18.21 сказано? Жизнь и смерть во власти чего? Языка. Римлянам 4.17 говорит, Бог, животворящий мертвых, называет несуществующие, как существующие. Не так ли? Марка 11.23 говорит, Так сказано? И это означает, что все, что вам нужно, находится в ваших устах. Посмотрите на своего соседа и скажите, говори это. Давайте, я хочу, хочу, чтобы вы сказали с властью. Давайте, скажите, говори это. Я спущусь. Я молотый, могу спрыгнуть. Хорошо, смотрите. Смотрите, я молотый, у меня много энергии. Хорошо, послушайте, скажите. Говори, пока ты не увидишь это. Скажи еще кому-то. Говори, пока ты не увидишь это. Скажи еще кому-то. Говори, говори. Пока ты не увидишь, не увидишь это. И сейчас исход, 3 глава, говорит что-то удивительное. Исход, 3 глава, говорит что-то очень важное. У Бога был разговор с Моисеем. Помните об одной заповеди, и Бог сказал Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно Помните об этом? Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно И каково Его имя? Вы никогда не слышали, чтобы я раньше говорил вам об этом? Его имя? Я есть тот, кто Я есть Некоторые говорят Его имя Иисус Матфея 1, 21 говорит Ты наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов И Его имя, которое спасает нас, Ишуа Машиех Мой Бог, так приятно говорить это Хорошо Но в исходе Бог говорил с Моисеем О Господь, я хочу сказать вам сегодня, что из каждой области, в которой у вас есть недостаток Он уйдет сегодня вечером Знаете, я чувствую это Я чувствую сверхъестественный рост И он приходит в ваш дом Подпрыгнете и закричите «Слава Господу!» Хорошо, садитесь, садитесь на свои места Хорошо, присаживайтесь Мы сделаем следующее Вы готовы? Вы готовы? Я хочу, чтобы вы услышали меня Слово Божье говорит следующее Оно говорит очень важную вещь Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно И каково Его имя? Его имя Я есть тот, кто Я есть Вот как Он сам себя назвал В других местах из Писания люди давали Ему имена Помните, что Враам дал имя тому месту Иегова Иры Но когда Бог дал себе имя, Он сказал Я есть тот, кто Я есть Его имя Я есть тот, кто Я есть И это означает, что в чем бы вы ни нуждались, Он может быть таковым Каждый раз, когда вы говорите Я болен Вы употребляете Его имя напрасно Каждый раз, когда вы говорите Я разбит Вы произносите Его имя напрасно Потому что Его имя Я тот, кто Я есть Поэтому слабый скажет Бедный скажет И теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на кого-то и сказали Я благословен Скажите Я богат Я искуплен Я исцелен Я здоров Скажите Все, что мне нужно У меня есть Прямо сейчас Благословения Божьи Изливаются на меня Мерою доброю Утрясенную Нагнетенную Переполненную Я благословен Подпрыгните и скажите Я благословен Кто-нибудь закричите Слава Господу Присаживайтесь И поймите следующее Я хочу, чтобы вы очень быстро увидели одну вещь Ведь от нас зависит проповедь Евангелия до края земли Я хочу вашего внимания К концу времен положение вещей не станет лучше в Америке И не забывайте, что мы в мире Но не от мира И Бог послал Все эти казни на Египет Из-за того, что они делали И была земля под названием Гесем И она не была подвержена всему тому, что происходило И так будет с народом Божьим Вы не можете полагаться на свои социальные выплаты Вы не можете полагаться на свою пенсию по инвалидности Пособие по безработице Или полагаться на свою работу Все эти вещи подведут вас И есть люди на телевидении И они говорят Вам нужно запастись тем Вам нужно запастись этим И если бы я был на вашем месте Я бы этого не делал Потому что если вы купите всю еду Они побьют вас За вами придут Вас убьют Они придут за вами Детям Израиля Была дана свежая манна И они решили схитрить Они сказали Мы запасемся манной И знаете, что Бог сделал с ней? Он сделал так, что она испортилась Потому что Псалом 67,20 говорит Благословен Господь всякий день Он возлагает на себя наше время Я хочу, чтобы вы знали Что у Бога есть всего достаточно Чтобы благословлять вас каждый день Мой Бог У Него есть достаточно милости И если у вас сегодня все и не так То когда вы проснетесь утром Будет совершенно новая милость Вы со мной? И Бог сегодня учит нас Присаживайтесь, пожалуйста Человек, за вами не видно Присаживайтесь Он учит нас, как доверять Ему Я хочу, чтобы вы поняли это Потому что некоторые из вас Прямо сейчас находятся В финансовой сфере Там, где бы вы не хотели быть У вас нет роста или избытка Вы лишь держитесь на плаву У вас нет больше, чем достаточно Бог хочет изменить это И Он учит вас Прямо сейчас доверять Ему Вы слышите меня? Потому что все изменится Я хочу, чтобы вы поняли это Бытие, 26 глава Прочитайте, когда придете домой Первый стих говорит Что был голод в земле Приходит голод Вы можете не поверить в это Вы можете не увидеть этого Потому что мы живем в стране, в которой есть все Мы жадные, мы расточительны Вы не можете себе представить, чтобы пойти в Walmart Или в какой-то другой магазин И не купить что-либо Потому что вы никогда не переживали подобного И так как вы никогда его не видели Вы не можете вспомнить о нем Вы не можете понять, что это значит Не так ли? Вам нужно понять это Из-за того, что происходит, мы увидим огромный крах Я пророчествовал, и я говорил о том, что будет происходить Та атака, о которой говорили недавно В Нью-Йорке, со стороны ИГИЛ Слово Господа пришло ко мне на прошлой неделе Я пророчествовал, и оно исполнилось И кажется, что в духовной сфере все начинается происходить очень быстро Бог сжимает время, потому что он скоро грядет И у вас нет времени быть вялыми Вам нужно быстро двигаться Вы меня понимаете? Бытие 26 глава Был голод в земле Но смотрите, что сделал Исаак во время голода Был голод в земле 12 стих говорит И сеял Исаак в земле той Послушайте Это лишено всякого смысла Это бы имело смысл Если бы он сеял, когда был избыток Но Исаак понимал Что мировая система Не может изменить принципов небес И не имеет значения, что происходит в мире Слово Божье никогда не изменяется Послание к Евреям 13.8 Он тот же вчера Сегодня и В Малахии 3.6 он сказал Ибо я Господь Я не изменяюсь И поймите следующее Вышел сеятель сеять Иное упало на добрую почву Иное на каменистое место Иное втернее Иное упало при дороге И вот что вам нужно понять в этом месте из Писания Что семя никогда не менялось Единственное, что менялось Это почва, в которую оно попадало Я хочу, чтобы вы услышали следующее Послушайте Я знаю без тени сомнений Что когда вы сеете В это служение Послушайте Когда я был ребенком Был моложе Когда я был ребенком Первое семя я посеял Когда смотрел передачу пастора Бенни Тогда вышли Библии Бенни Хина И в передаче принимал участие брат Манси И он сказал Посеять 77 долларов А я был подростком И я сказал своей маме Мне нужны деньги Мне нужно 77 долларов И она спросила Куда мы их отправим? И я ответил Давай отправим их пастору Бенни Она сказала Он не будет знать Что ты отправил их ему Я ответил Он не будет знать Но Бог знает Поэтому я отправил их И я посеял это семя в вере По вере в Богу Я сказал Я хочу Чтобы у меня была Библия Бенни Хина И Библия стоила 100 долларов Но я посеял 77 долларов И поэтому я посеял 77 долларов И я сказал Бог Я хочу Библию Бенни Хина Вот что я хочу Мой папа подумал Что я сумасшедший Он спросил Что ты хочешь на Рождество? Я ответил Я хочу Библию Бенни Хина Он сказал Ты не можешь придумать ничего другого Чего бы ты хотел? Помолимся за него Мы все еще трудимся над ним Ему очень нужен Святой Дух Поэтому я посеял это семя И через неделю подошла ко мне одна женщина Она сказала Ты смотрел передачу пастора Бенни И Бог сказал мне подарить тебе Библию И не только это произошло В воскресенье мне нужно было пойти куда-нибудь проповедовать Я на самом деле ходил туда, чтобы попеть Но я всегда заканчивал тем, что проповедовал Да, так и было И мальчик пошел туда И начал проповедовать и служить И люди начали приносить деньги отовсюду И это произошло, потому что я посеял семя в добрую почву Семя было тем же, но почва играет роль Некоторые из вас посеяли семя, но это не была правильная почва Мы живем в то время, когда люди проповедуют Но нет проявления силы Божьей Люди не исцеляются Люди не освобождаются Они слышат благую весть Они вдохновлены Их мотивируют Но они уходят со служения такими же, как они пришли И здесь мне нужно несколько свидетельств, которые бы говорили о том Что когда вы соприкоснулись со служением пастора Бенни Ваша жизнь изменилась навсегда И вы ушли со служения исцеленным, освобожденным Вы стали свободным человеком Если вы благодарите Бога за это служение Подпрыгнете и закричите «Аллилуйя!» Присаживайтесь, пожалуйста И поймите следующее Мы живем в те времена Когда в наших церквях не происходит знамений и чудес Они проповедуют, но не показывают это на деле Они говорят «Он целитель, но никто не исцеляется» Они говорят «Он освободитель, но никто не освобождается» Но когда вы сеете в это служение Вы сеете в служение, в котором меняются жизни Каждого человека в этой аудитории Косвенно или прямо Коснулась книга «Доброе утро, Дух Святой» Каждого, каждого Когда я был ребенком в школе Я шел за Богом И знаете, пастор Бенни пророчествовал И вы все молитесь за меня Я плакса Пастор Бенни пророчествовал о моей жизни Когда я был ребенком в Лейкленде, штат Флорида Я имею в виду, что все, что вы видите в моей жизни Об этом пастор Бенни пророчествовал Когда он еще не знал меня Он сказал, что Бог поднимет меня И Бог будет использовать меня Но я был в классе и читал «Доброе утро, Дух Святой» И затем пригласил Святого Духа И затем помазание и кровь И я хочу, чтобы вы услышали меня сегодня Потому что в этой аудитории будут люди Которые заключат завет И обязательства перед Богом Что вы станете финансовыми миссионерами для Царства Божьего Есть нехватка сверхъестественного служения Есть дефицит Дефицит служений Которые ведомы Святым Духом У нас служение по 30 минут И когда мы сделали свое дело У Бога остается 30 минут Чтобы совершить то, что Он хочет совершить Некоторые из вас никогда не исцелялись Потому что ваше исцеление не вошло в программу служения Некоторые из вас никогда не переживали освобождение Потому что его нет в программе служения И в Пятидесятнической церкви у нас есть программа, не так ли? Но внизу программы у нас есть сноска В которой говорится, что мы поменяем ее в случае движения Святого Духа Нет ничего плохого в порядке Но вы не можете внести Бога в свой порядок Я лучше хотел бы, чтобы Бог вмешался в мой порядок Чем чтобы мой порядок препятствовал Богу Пусть все закроют глаза Пусть все поднимут руки Я хочу, чтобы вы меня услышали Я хочу, чтобы вы сделали это сегодня Ведь есть определенные вещи, которые необходимы Чтобы служение продолжило свою работу И нам нужно быть уверенными, что работа будет продолжаться Включите христианские каналы сегодня Очень немногие все еще показывают чудеса Настоящие чудеса неподдельные Я не говорю о чудо-воде Я не говорю о мыле с оливковым маслом Я не говорю об этих вещах Бог не послал воду, чтобы исцелить Он послал свое слово Одно слово от Бога Может изменить вашу жизнь Оно изменило мою жизнь И оно изменит вашу Был голод в земле Но Исаак посеял в той земле Приходит голод по духу Не по пище Или подобным вещам Амоса 8.11 Но голод потому, чтобы слышать Слово Господа Если когда-то и нужен был нам Бог То Он нужен нам именно сейчас Пусть каждый закроет глаза Все поднимут руки Поднимите свои руки настолько высоко Насколько вы хотите, чтобы Он благословил вас Я хочу, чтобы вы сегодня вечером посели в эту землю Потому что что-то произойдет в Америке Господь проговорил ко мне в преддверии Нового года Вспомните мое слово, если вы видели на моем сайте Пророческое слово И я сказал, что увидел, как джихадист Джон был убит Прежде чем закончился этот год И это произошло Слово Господа пришло ко мне Господь сказал, что в преддверии Нового года Неожиданно произойдет террористический акт в Америке И люди будут рыдать несколько дней Но тот, что живет по кровам Всевышнего Под сенью Всемогущего будет покоиться Поднимите высоко руки, пожалуйста Люди, которые под помазанием Я первым это сделаю И я хочу сказать Что есть 49 человек здесь Есть двое в этой аудитории сегодня И Бог высвободит что-то на вашу жизнь Когда другие будут разорены Вы будете жить в земле избытка В то время Как другие будут терять рассудок Бог будет хранить вас в совершенном мире Потому что вы уповаете на Него Когда другие будут терять своих детей Бог будет хранить ваших детей Он покроет ваших сыновей Ваших дочерей И ваших внуков Если вы в это верите То поднимите высоко руки Поднимите высоко, высоко, высоко Есть 50 человек, 49, включая меня Которые сейчас находятся под помазанием Каждый проповедник, каждый пастор, каждый бизнесмен Каждый человек в этой аудитории Есть 49 человек, 50 вместе со мной И вы должны посеять семя сегодня В размере тысячи долларов И Бог говорит Что Я сделаю тебя центром Распространения Царства Божьего Бог сделает вас банком Для Царства Божьего Вы не будете брать взаймы Но будете давать взаймы Вы посеете в Царство Божье Вы верите в это? Вы соглашаетесь очень тихо Вы верите в это? Я сказал, вы верите в это? Поднимите руки Отец, это твой народ Я говорю то, что ты сказал мне сказать А что, если я сказал это для своей выгоды? Тогда будет проклятие на моей жизни и служении Потому что в таком случае я солгал вам Но если я сказал то, что ты мне сказал, Бог Я прошу тебя сегодня вечером Приумножить семя твоего народа Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я знаю, что нас здесь много Я не хочу, чтобы мы лгали Святому Духу Здесь есть двое И вы должны посеять 10 тысяч служения Двое из вас И Господь сказал Что двое из вас, которые посеят 10 тысяч долларов Он сказал К началу января Если этого не произойдет То назовите меня лжецом Вы увидите невероятный рост к началу января Все будет расти Как вы никогда этого не видели раньше Есть несколько здесь человек сегодня Которые сеют семя в размере тысячи долларов Я не хочу, чтобы вы колебались Я не хочу, чтобы вы с этим играли Это святой момент Я только прошу выйти вперед Бог что-то совершает для вас, брат Эй, брат, идите сюда Подойдите ко мне Идите ко мне быстро Положите это Я хочу обратиться к вам Поднимите руки Откуда вы? Коннектикут Поднимите руки И сейчас я смотрю на вас Я не знаю вас, не так ли? Мы никогда не общались раньше Бог освободил вас от такого ужасного прошлого И вы не должны были выжить Но я вижу женщину, которая молилась за вас Когда вы были маленьким мальчиком И эта женщина говорила Господь, прикоснись к моему Рори, Рори, Рори Прикоснись к моему Рори Спаси моего Рори Сохрани моего Рори Как вас зовут? Рори Поднимите руки И Бог сказал Ее молитвы сохранили вас до сегодняшнего дня Когда вы жертвуете сегодня вечером Не только Бог что-то делает для вас Но и так же Ленгис Ленгис Что это? Лонгус Лонгус Что это? На немецком Это ваша фамилия или что? Да Бог сказал Знаете? Бог знает Бог знает немецкие имена Американские Китайские Африканские имена Но семя, которое он посеял сегодня Закричите Это семя освободит всю его семью Эй, закричите Давайте Бог услышал в вашей молитве Я сказал Закричите Хвала нашему Богу Есть 49 человек из вас Я хочу сказать вам кое-что Помазание здесь Оно сильное Оно приходит Есть 49 человек в этой аудитории Которые должны получить кое-что от Бога Кто-нибудь скажет Он знал его? Я не знаю этого человека Он из Коннектикута Я же из Флориды Коннектикут и Флорида Не особо связаны между собой Я не знаю его Север наверху Юг внизу Вы понимаете? И я хочу, чтобы вы сделали это быстро Есть 49 из вас В этой аудитории И Бог хочет, чтобы вы посеяли семя В размере тысячи долларов Ибо свидетельство Иисусова Есть дух пророчества Что это значит? Знаете? Иисус в этой аудитории Когда пророчества действуют С такой точностью? Ведь Он Дух истины Я не знаю, кто вы Я не знаю, откуда вы Вы посеете семя сегодня 49 человек посеют семя в размере тысячи долларов И два человека семя в размере десяти тысяч долларов И вы увидите невероятный рост Это будет что-то удивительное Все приобретет потрясающий рост Поднимите руки Кто бы вы ни были Будем сеять семя в размере тысячи долларов И я хочу, чтобы только вы вышли вперед У каждого есть приношение сегодня Здесь такое густое, сильное помазание Глубокое помазание 49 человек сеют семя в размере тысячи долларов И когда я скажу аминь Когда я закончу молитву Вы побежите к сцене И сверхъестественный рост произойдет в вашей жизни Поднимите руки Отец Ты сказал мне Что сегодня вечером Произойдет сверхъестественный рост В жизни твоего народа Я благодарю тебя за то Что ты подтверждаешь свое слово Свидетельство 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 Во имя Иисуса Аминь Бегите быстрее вперед Бегите быстрее Бегите быстрее Давайте, молитесь во Святом Духе Когда присутствующие на служении чудес Пастора Бенни Хина в Нью-Йорке Вышли вперед Чтобы посеять семя в работу этого служения По распространению Евангелия Иисуса Христа По всему миру Они сделали этот шаг в вере Ожидая чудес при умножении в их жизни Семьях и бизнесе Компания Сεί в нашу жизнь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok